11 июля в администрации глава города Андрей Шубин проводил прием граждан по личным вопросам. Прием проходил совместно с комиссией в составе специалистов, в компетенцию которых входит решение вопросов по обращениям десногорцев. В этот день на прием записались пять человек. Вопросы были разными, как личными, которые касались свалки на соседской даче, приватизации участка земли, прописки племянника, так и коллективные, о благоустройстве участков для многодетных семей в Сосновке или плесени в подъезде. Все обращения десногорцев подвергаются тщательному изучению и анализу. Специалисты выезжают на места, чтобы обследовать проблемные объекты и внести предложение главе по их решению. Мы обратились к Андрею Николаевичу с вопросом, какие проблемы больше всего беспокоят десногорцев. Первое, это у нас касается наших многодетных, это строительство инфраструктуры, дороги, освещение, выделение земельных участков. Второй блок, это связано с жилищно-коммунальным хозяйством, связанным, ну, связанным с управляющими организациями, где, может быть, люди не получили то, что они хотели, да, или просьбы их к нему удовлетворили, поэтому они идут непосредственно к главе надежды, что их вопрос решится быстро и немедленно. Но такое тоже, соответственно, происходит, смотря что, да. Третье направление, это выделение жилья, потому что у нас, как не секрет, очень много очередников. Сейчас мы очень плотно работаем в плане наведения порядка в этой сфере. Я уже, в принципе, своих интервью неоднократно как бы останавливался на формировании специализированного жилого фонда, как и квартиры, как и наше общежитие, но это больше направлено на категорию наших бюджетников и социальное направление, как врачи, наши педагоги. Но вот мы рассчитываем где-то 31 августа, забираем в собственность 180 дом, вопрос, в принципе, уже решен, остались тут технические детали, и, соответственно, будем закрывать проблемы, связанные с очередниками, которые у нас стоят в городе. Их достаточное количество, люди там десятилетиями ждали получения своей квартиры, поэтому, как бы, вот и направление мы работаем. Вы по каждому поводу выезжаете знакомиться на место? Ну, картинка – это одно, заявление – это другое, а на месте посмотреть те объемы, которые реально есть, это на самом деле смотрится по-другому, потому что иногда приходит там грозное заявление, вот у нас, ай-яй, все плохо, да? Ну, да, бывает, как бы, да. Но когда на место приезжаешь, картина не такая ужасная. То есть, в принципе, там уже где-то хватает просто трактора пройти, дорогу подправить, да? А где-то, может, да, на самом деле, там потребуются какие-то затратные мероприятия. Поэтому, вот в таком плане, да, вот, допустим, у нас последний случай был связанный с Десна, с садовческими товарищами, да, Кукуевки. Кукуевка – это первое, второе поле, где были у нас неоднократные обращения. Это все просто связано с наведением там порядка в плане экологии. То есть, мы убирали там мусор совместно с Смоленской атомной станцией, выделяли технику, да, то есть, встретились с людьми, вот, определились, кто что делает. Понятно, что люди сорганизовали проведение субботника, а муниципалитет совместно с Смоленской атомной станцией, да, организовал технику и оказал помощь в вывозе этого мусора. Ну, по пути мы ликвидировали еще пару несанкционированных свалок, которые, кстати, тоже устроил же не муниципалитет, а наши же граждане, садоводы там, с соседних деревень, кто там живет. Вот, то есть, хорошее, благовое дело сделали. Но, опять же, это было благодаря чему, потому что, когда мы выехали на место и посмотрели, и оценили реальные объемы, да, она воспринимается по-другому, как говорится, глаза боятся, руки делают. Андрей Николаевич отметил, что решение всех городских проблем – это общая задача, как администрации, городских служб, градообразующего предприятия, так и жителей Десногорска. А критику воспринимает только конструктивную. На достигнутом ни я, ни моя команда, и вообще, с кем мы вместе работаем, да, мы не собираемся останавливаться. То есть, тут как бы никаких там предвыборных обещаний нет. Это простая, обыкновенная работа, ежедневная, направленная на улучшение благосостояния нашего любимого города. А критиковать можно всех. Вот мне очень нравится высказывание, так сказать, наших великих людей. Я сейчас просто вам озвучу, как бы, да, чтобы мы все могли прекрасно понимать. Значит, эти слова сказал наш конструктор Королёв Сергей Павлович. Не согласен? Критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Вот этими словами, да, я хотел бы, как бы, обратиться и к тем товарищам, которые нас активно критикуют власть. Вот если вы своими реальными делами будете показывать городу, что вы можете, ну, тогда, как говорится, крепко пожму руку и скажу спасибо. Поэтому вот на такой веселой ноте, как бы, мы с вами закончим данное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин